Ага, Майдан, Квасне, Йори Никини Мой оппонент сыграл такую заготовку интересную снизу Давайте я здесь проверю, как он будет реагировать на этот ход Вообще такой ход Учитывая то, что у черных есть камень Здесь То правильно играть не под этот камень, а играть хазами Так, ну здесь я сделаю крепкую форму себя И здесь тоже сделаю крепкую форму То есть Сейчас видно то, что все камни оппонента сконцентрированы на нижней стороне Я сыграю слева Потому что левая сторона обоюдно большая Как для черных, так и для белых Потому что это Семари смотрит налево И мой камень тоже смотрит и туда, и туда, и туда Самый большой ход, наверное, сейчас на доске Ну здесь я могу выбрать такой ход Ну это очень медленный и странный ход Здесь черному нужно было играть Какари Раз он не сыграл Какари, я буду играть Семари Такое прилипание Оно Укрепляет белую группу То есть здесь я могу сыграть Хана И спуск И пропадает у черного теперь Адзи Связанная со вторжением Сан Сан Больше он не может там сделать ко борьбу Я просто вытягиваюсь И получается то, что черная группа переконцентрирована Эта бамба, конечно же, прочная форма Но в совокупности все эти камни Они расположены слишком близко друг к другу Вот этот ход мне нравится Он делает легкую форму черным Но все обмены, которые черный уже сделал Они не нужны То есть, ну, очень странным был ход спуск А этот ход, хороший ход Он мне нравится Ну, дальше В принципе, правую часть мы укрепили Уже можно продолжать ее расширять Либо можно как-то играть слева Ну, давайте я здесь попробую вторгаться На нижнюю сторону оппонента И посмотрим, какой у него здесь план действий Ну, вот, с этой стороны Опять же, не очень хорошо Это укрепляет белого Здесь я могу играть Ханы Ага, и он режет Ну, на его разрезание Я могу здесь подумать на самом деле Что я хочу добиться Я могу сделать себе просто живую форму Например, я вытянусь Он сюда, я поставлю Атари, он спустится Я спущусь Он поставит Атари, я вытянусь Ну, и как бы у меня уже будет живая группа То есть, вот таким ходом Я могу захватить один камень И, соответственно, у меня будет база по нижней стороне А нижняя сторона изначально это была сторона черных То есть, там у него было сконцентрировано много очков Поэтому, вот, из-за некорректного Из-за некорректной защиты На нижней стороне Он сейчас потерял там все свои очки И вот его стенка, она смотрит в центр Это, в принципе, неплохо Но ее еще нужно как-нибудь ему использовать Поэтому здесь я сделаю такое выпрыгивание И, соответственно, мой камень Он нейтрализует уже вот эту стенку Сейчас черный может пробить Я соединюсь, но группа моя внизу уже живет Ну, давайте я здесь добавлю какой-нибудь ход Чтобы было очевидно, что она живет И дальше я могу вернуться уже Продолжать расширять свою правую сторону То есть, эта стенка уже не страшная Снизу я выжил Да, есть такой ход Здесь я играю сюда Но черный может еще сыграть такой ход Не такой ход А я имел ввиду По первой линии сыграть ханы Здесь, понятное дело Я буду забирать этот камень Но черный не может убить эту группу Она слишком сильная Ну, и этот ход тоже не работает Здесь я тоже могу заблокировать И здесь я просто могу поставить атари Ну, и мы видим то, что группа белых более чем живая Такой ход Он, по-моему, ошибочен Потому что я могу один раз ткнуть Черный поставит атари Я соединюсь И ему нужно добавить еще ход Для защиты камней Ну, и я тогда сыграю здесь еще То есть, сделаю более устойчивой свою базу Это вторжение В принципе, идея хорошая Но именно такой ход Я не думаю то, что он Как-то причиняет неприятности белым Черный сам здесь попадает Под вот такую форму И помогает мне еще пристроить очки в углу То есть Здесь черную группу мне не нужно убивать Я просто получаю какие-то форсированные ходы Ну, здесь я могу вытянуться Либо поставить атари и съесть вот эти два камушка Ну, давайте я вытянусь Здесь я могу еще просигналить И на всякий случай доберу этот камень И дальше черный бежит соединяться со своей группой Я постараюсь их порезать Не дать им соединиться Есть такой ход Здесь можно поставить атари И еще раз соединиться И получается то, что мы отрезали верхние камни черных То есть черный может сейчас попробовать выжать сверху Ну, на самом деле Белому не нужно убивать эту верхнюю группу Давайте просто работать со слабостями Вот на всякий случай Здесь еще можно добавить пару ходов Чтобы зафиксировать свою вот эту группу Потому что стенку все-таки нужно уважать Стенка это сила У меня есть ощущение то, что черному нужно еще сверху как-то выжать То есть добавить еще один ход Ну, как-то на всякий случай Вот с этой стороны заблокировать Так, здесь я могу играть так Ну, и опять же черный помогает мне укрепить свой угол И он еще не до конца живет И ему еще нужно выжить У меня нет задачи убивать его группу Но его группа, видимо, умерла сама Да, потому что это у него ложный глаз И мне уже не нужно здесь добавлять ход Здесь я могу получить форсированный ход В частности, вот спуск на эту линию Ну, и дальше Я всегда могу здесь поставить Atari Но я пока просто сыграю сюда Таким образом нейтрализуя вот это моё черных Нарастающее И в принципе мы видим то, что я даже сам себе очки пристроил Он еще вот по правой стороне Ну, очень быстро играет опять оппонент Вот я не люблю, когда так быстро тыкают То есть опять же попадаются оппоненты 10 IQ, которые думают И бывают оппоненты, которые не думают Ну, давайте проверим Если мы сыграем вот такой ход Как он будет здесь жить Если мы сыграем теперь такой ход Ну, и если мы теперь сыграем такой ход Ну да, то есть черный он как бы запустил вот эту верхнюю группу Не добавил там один ход И в принципе она умерла Давайте тогда посмотрим эту партию Окей Значит, начало было нормальным Но здесь обычно в таком фусеке Черный либо играет какой-нибудь ход Simari Либо он играет какой-нибудь ход Kakari В партии оппонент решил сыграть по центру Этот ход он Someone invites you to play Этот ход Одну минуту мне нужно там отключить Раз, два Так, три, четыре Пять Этот ход Можно использовать при нападении белых здесь То есть вот после моего хода Черный может играть уже Такой ход И здесь мы видим то, что Белые бегут на этот камень То есть в какой-то момент Черный просто здесь добавляет И дальше черный может играть Тануки Потому что белый здесь не может порезать То есть черный может, например, сыграть так И белые вот эти камни Один, три, пять, семь Они под атакой получаются То есть белому нужно будет искать какие-то варианты Здесь еще его можно будет поджать Ну и, в общем, такая история Либо можно попробовать сыграть еще далекий такой ход Ну и здесь есть нюанс Связанный вот с этим С Мурамасой Он связан с тем, что В какой-то момент Если играть Вот тот старый вариант Если белый играет такой спуск И черный режет То вот после этого всего После этого всего Работает вот такой ход По-моему То есть как это все работает Давайте смотреть Здесь белый не может вырваться Это очевидно Если белый Сыграет сюда То Черный не может вот так играть Атари Потому что вот это соединение Будет Атари И, соответственно, здесь Соединится белый Если соединяться здесь Тогда белый выходит Вот, соответственно Черный здесь может играть Вот такой Атари И дальше Мы видим то, что лесенка Работает за белых То есть в эту сторону Лесенку нельзя гнать Но из-за того, что есть камень В пункте J16 Нет, J16 Лесенку можно гнать В другую сторону Вот в эту И мы видим то, что Так это все умирает Если мы сыграем Все то же самое Давайте я покажу На пустой доске Даже учитывая то, что лесенка Будет работать за белых Ну, вернее Не даже учитывая Оставим ту же самую ситуацию И здесь После вот этого хода Если мы сыграем Все то же самое То теперь Обратная лесенка Она не работает Потому что есть камень 4 То есть здесь Это уже Атари Да, и соответственно Здесь не может быть лесенки Потому что Пробивает Белый Наращивает себе Степень дыхания То есть тот камень Он помогает Именно Активирует Вот эту обратную лесенку Ну, окей Может быть это не так важно Может быть вы все это И так знаете Здесь я просто То есть Когда есть у нас Такой камушек То мы обычно Играем Как Ари И стараемся Белого Чтобы белый бежал на него И таким образом Мы активируем сразу Этот камень Джей-16 Вот А если мы Имеем уже этот камень Но играем обычной Джосики То он в принципе Здесь не очень И работает Он Лучше бы он стоял Как Семари Или как Какари Он здесь особо Погоды не делает Для черных У черного Он не использовал Как бы его потенциал Да Сразу Ой, извиняюсь Так Ну, здесь Большая сторона Левая Потому что Здесь есть Семари Я это сказал Во время партии И да Это правильно С точки зрения Стороны То есть Самая большая сторона Верхняя Но в принципе Черный может Как бы рассмотреть Ход по третьей линии Наверху Или просто Играть Какари Либо к этому камню Либо к этому камню Вот так То есть Сам этот ход Не является ошибкой Здесь я сыграл сюда Но вот Следующий ход Был очень странным Это точно ошибка Здесь черному Нужно играть Какари И если белый Там защитится Мы видим то Что у черного Остается Сенте Но здесь уже Есть поддерживающий камень Да То есть Он себе может Там сделать базу Достаточно легко На верхней стороне Но мой оппонент Позволил мне Сыграть еще один Семари То есть Теперь у белого И этот угол укреплен И этот угол укреплен И более того Как мы знаем Ну вот только что Я записывал стрим Там четвертый эпизод Там на английском И показывал подробно Вот это вот вторжение То что здесь Остается Кобарьба Вот такая Да Но после тех обменов Которые черный Сделал в партии После вот этого спуска Здесь Вот на этот ход Я просто Могу сыграть Спуск И никакой Кобарьбы Уже не будет То есть Здесь черный Сам себе Испортил Вот эту возможность То есть Лучше Не прикасаться К этому камню Лучше играть Что-то типа того И дальше Выпрыгивать Там Та же самая форма Которую он сделал Но мы видим То что Один камень У черных совершенно лишний Он совершенно не нужен Очень странный ход Вот Дальше Вот он выпрыгнул Это хорошо То что он сыграл Такой собаки И в принципе Я уже объяснил У белых Достаточно большая сторона Справа Я мог ее играть Но я решил Вторнуться Проверить Как он будет защищаться Внизу Внизу Я ожидал То что он будет Либо играть Такой ход И как бы Заставлять меня Выбегать Либо Он может играть Накрывание И здесь Ну То есть Это тоже Как бы вариант Либо Ну если уж Играть Удар То не с этой стороны А лучше с этой стороны Удар Там и прыжок То есть Мы утяжеляем А в данном случае Ну почему еще Потому что Здесь я хана Не могу играть Я могу сыграть хана Но тогда Будет вот такая ситуация И Лесенька Она работает За белых Но Во-первых Как это сказать У черных Появляются Санта-Хады На На этой стороне Ну например Он может Извиняюсь Например После этой лески Он может здесь Прилипнуть Да Что-то такое И там придумать Что-нибудь То есть Какие-то адзи остаются Вот Во-вторых Черный Может Просто еще Вытянуть сюда И белый Поставит Атари Черный Спустится Белый Тогда должен Будет ставить Атари Черный Атари Если белый Сыграет сюда Тогда будет Двойной Атари Соответственно Если белый Хочет забрать Себе угол То будет Такой обмен Черный Получит очень Крепкую форму Белый Заберет себе Угол Ну и черный Дальше может Как-то продолжать Играть Там например Какой-нибудь Такой ход Угрожающий Здесь Выпрыгнуть Да То есть Что-то типа того Начать Какую-то борьбу Вот Либо он может Вторгаться Сюда Но он сыграл Этот ход В партии То есть Это Это был Правильный ход Чуть позже Вот этот ход Неправильный Потому что Здесь белый Белый Ведь слабый Изначально И он сразу Получает Возможность Сыграть ханы А ханы Его усиливает И мой Оппонент Еще порезал И теперь У меня работает Вот такая схема Если черный Сейчас Здесь как-то Ответит Тогда белый Поставит Атари И прорывает То есть Это хорошо Для белого И если он Сыграет Как в партии Я просто Ставлю Атари Если он Играет Сагар Я могу Сюда Ну и все Соответственно Эти два камня Захвачены Вот Соответственно Белый Уже Может себе Базу построить По нижней стороне То есть За черного Это провал Это некорректно То есть Резать Здесь ему Не нужно было Резать нужно Когда ты Вторгаешься Но не Когда ты Защищаешься Когда ты Защищаешься Нужно Играть Прочные Ходы Что-то Типа Того Заставлять Белого Как-то Убегать Очень Быстро Ну в общем Что-то Типа Того Вот А его Разрезание Оно Дало Мне Возможность Прям На месте Выжить И дальше Даже Играть Тануки Потому что Здесь уже У белых Все в порядке Если Черный Подожмет Белых Давайте Проверим Все ли в порядке Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Там Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Ну то есть Белый здесь живет А если Белый потратит Темп В другом месте И черный Здесь сыграет Еще раз Такой ход То Отари Соединяемся И сюда А если Черный Сыграет Такой ход Тогда Мы можем Просто блокировать Здесь все равно У нас остается Два глаза То есть Белый живой По нижней стороне При любом раскладе Практически Поэтому я сыграл Такой Тенуки Потому что Если я сыграю В другом месте Каком нибудь У черного Появилась здесь Стена На всю доску И соответственно Он может Как то просто Атаковать Одиночный Камень белых Да То есть Ну вот Что то Типа В этом ключе И Рядом Есть Свои камни Очень сильная Группа Плюс В углу Белых Есть Разные Адзи Да То есть Если белый Тут захочет Как то Подраться Ну если Белый Там укрепится Грубо говоря Или еще Что то Черный Всегда может Там сыграть Например Прилипание И спросить Там Либо белый Ему даст Вот такой выход Да Что то Типа того И черный Может продолжать Вот Либо Если белый Так сыграет Тогда черный Может выжать Здесь в углу Ну в общем Я ожидал То что Будет Какой нибудь Будет Какая нибудь Атака Ходом Вот в этом районе Может быть Ходом Таким 6 То есть По третьей Линии Поэтому Именно Я сыграл Укрепление Этого Камня Это ни в коем Случае Не попытка Сделать Мою Потому что Здесь Дырявая Структура У черных У белых То есть Это Больше Игра Против стенки То есть Чтобы Не было Какой-то Жесткой Атаки Не попасть Потому что По сути Дела Мы забрали Все очки У черных Снизу У него Только остались Здесь очки В углу И все Ну и здесь В углу Еще будут очки У нас есть Какой-то Мою У нас Есть Кейма И соответственно Если мы Нейтрализуем Эффективно Его стенку Не дадим Ничего Убить И просто Везде Будем брать Очки Тогда Черным Просто Не хватит То есть Это Уже Ситуация Проигрышная За черных Вот Такая Ситуация Так Дальше Он Отыграл Эти ходы Здесь Закрываться Ему Совершенно Не нужно Это Ко Я имею Ввиду Если Здесь Белый Пробьет И такой Даже Если Он Закрепится Но Ничего Страшного Ничего Страшного Не будет Если Белый Здесь Порежет Потому Что Черный Все Равно Останется Сильным То Здесь Ему Не Надо Был Закрываться Ну Здесь Ничего Не Умирает Я Уже Показал Даже Если Б Я Не Добавлял Ходы И Дальше Я Добавляю Еще Один Ход Чтобы Эта База Точно Была Живой Группой И Мой Оппонент Сделал Правильно То Что Он Начал Отрезать Мою Группу Если Я Буду Накрывать Сверху Он Может Когда У вас Есть Очень Большая Стенка Тогда Вы Можете Играть Все Что Угодно То Есть Любые Самые Самые Жесткие Ходы Самые Нестандартные Там Прилипания Рядом С Группами Оппонента Чтобы Выбить У них Базу И Спровоцировать Какую То Битву Это Вполне Нормально Поэтому То Что Он Сыграл Этот Ход Он Большой Молодец Вот Значит Дальше Дальше Я Не Думаю То Что То Есть Этот Ход Хорош Как Вопрос Да Но Еще Лучше Не Такой Ход А Еще Лучше Просто Сюда Сыграть То Есть Начать Уменьшать Если Белый Здесь Как бы Выберет Это Направление Черный Может Выжать В углу Да Довольно Таки Просто Это Тоже Хорошо Вот То Есть В принципе Сама Игра Вот По Левой Стороне Это Не Ошибка Но Возможно Была Ошибкой То Что После Этого Обмена Начал Еще Тянуть То Есть У него Группа Слабая И Он Начал Очень Прямолинейно Здесь Выживать Соответственно Отдал Белым Очень Большие Обмены То Есть Теперь Угол Стал Полностью Белых Не Стоит Забывать То Что Вот Эта Форма Белых Она Еще Не Гарантирует Очки В углу То Есть Там Еще Остается Ко Есть Разные Прилипания Такой Ход Такой Ход Но Я имею Ввиду Есть Такой Ход Есть Такой Ход Есть Оторжение Есть Прилипание А Черный Прямолинейный Игрой Он Все Эти Варианты Для Себя Сам Убрал Здесь Я Мог Поставить Такой Атари Изнутри И Забрать Два Камня Но Тогда У него Центр Становится Очень Крепким В Принципе Ну Я Думаю Здесь Четыре Ему Не Надо Добавлять Можно Попробовать Так Сыграть Если Бело Пожадничает И Отрежет Тогда Можно Вот Так И Здесь Будет Двойной Атари Но Все Равно Ему Не Хотел Отдавать Пануки Как Чтобы Поатаковать Еще Вот Эту Одиночную Группу Потому Что Она Изначально Была Некорректно Сформирована То есть Я Вытянулся Просигналил Забрал Он Побежал Я Поделил И Дальше Я Думаю Ему Нужно Добавить Здесь Какой Нибудь Ход Чтобы Жить Но Он Не Добавил Себе Ход Вот Сыграл Эти Ходы Ненужные То Есть Мы Играем Такой Ход Когда Мы Хотим Сделать Оппоненту Ложный Глаз Но Здесь Совершенно Очевидно Белые Все Камни Соединены И Нет Смысла Делать Белым Ложный Глаз Вот То есть Он Здесь Как бы Отыграл Ходы Но Не Укрепил Свою Группу То есть Она Осталась Такой Обнаженной Для Атаки И Дальше Он Вторгается В Большое Место Это Хорошо То Что Он Вторгается Сюда Но Плохо То Что Он Не Дозащищал Свою Верхнюю Группу Давайте Отмотаем Назад И Посмотрим Как Можно Было Ему Выжить Здесь Можно Было Просто Вот Как Я Уже Показывал Здесь Прилипнуть Либо Можно Было Сыграть Такой Вариант И И Дальше Вот Так Оставить И В Принципе Там Сыграть Какой Нибудь Ход Здесь То Есть Группу Еще Можно Атаковать Вот Эту Но Она Легкая Как Б Плюс Можно Либо Во-первых Камень 7 Он Укрепляет Еще Вот Эту Группу Верхнюю Потому Что Она Еще Атакуемая Сама По Себе Она Легкая Но Она Атакуемая То Легкая Группа Не Означает Живая Группа Легкая Группа Означает Что Она Быстро Будет Центр Но Если Ее В Дальше Дальше Просто Добавить Ход Для Выживания То Есть Ход Один Он Помогает Верхней Группе В Сентре И Ход Три Он Выживает Здесь То Это Локально Приемлемо Для Обеих Групп Здесь Я Решил Опять же Получается Если Белый Здесь Проглядит Если Белый Проглядит Что Нибудь Например Сыграет В другом Месте У Черных С одной Стороны Стенка Появилась И С другой Стенка Он Может Начать Какие Каверзные Ходы Делать Выбить У меня Базу Попробовать То Есть Там Например Даже Так То База Уже Выбита У Белых И Белым Нужно Будет Продолжать Еще Строить То Есть У У У Есть Понимание Что Такое Плотность И То Что Рядом С Плотностью Лишний Раз Нужно Укрепиться Поэтому Я Отыграл Вот Эти Ходы Потерял Сента Но Я Доволен То Что Я Выжил У Него Внизу У У Меней Большой Угол Здесь У У меня Угол Уже Этот Тоже Есть Слабую Группу Одну Я Закрепил Вот И Дальше Черный Играет Учитывая Как бы Если Предполагать То Что Верхняя Группа Черных Жива Тогда Это Очень Хороший Ход Но Учитывая То Что Я Все Так Позже Смог Убить Наверное Это Оверплей Но У Черного С другой Стороны У него Нет Времени Защищать Эту Группу Потому Что Если Белый Здесь Добавит Просто Один Любой Ход Ну Например Какой Нибудь Такой То Посчитал Очки Понял То Что Ему Не Хватает И Решил Рисковать То Есть Если Здесь Черный Выживает Как Нибудь В Сенте Я Думаю Ему Нужно Обязательно Играть Такой Ход И Дальше Честно Говоря Очень Сложно Дальше Очень Сложно Может Быть Ему Имело Смысл Прилипнуть В самом Начале То Здесь Ну Здесь Можно Кос Играть А Если Он Закроется Ой Извиняюсь Если Черный Здесь Закроется Тогда Он Может Все Равно Здесь Очень Сильно Попасть Под Атаку Я Думаю Здесь Любой Ход Белых Он Просто Убивает Эту Группу Черную Негде На месте Делать Два Глаза То Слишком Мало Было Места И Я Думаю Здесь Надо Всегда Выбегать Стараться Но Здесь Проблема В том Что У Белых Уже Есть Камни Снаружи Ну Тогда Прыгать Сюда Я Думаю Здесь Можно Как-то Попробовать Все Таки Выжить Черным Либо Либо Если Все Так Безнадежно Можно Прилипнуть И Как-бы Попробовать Какую-то Игру Либо Можно Порезать Чтобы Что-то Жертвовать Там И так Далее Что-нибудь Поискать Но Вот Так Он Мне Не Понравилось У Него Места Не Хватило И Он Сам Себя Убил То Есть Вот Это Уже Мертвая Группа У Черных Здесь Только Один Глаз Остается А Вот Этот Ход Выбивает Второй Глаз Да То Если Белый Играл Тенуки То Черный Играет Сюда И Здесь Уже Два Глаза Так Что Еще Поэтому Белый Уже Не Должен Отвечать Никак Здесь Я Сделал Вот Эту Жертву Двух Камней Чтобы Показать Что Оставался Такой Еще Вариант Ну Можно Еще Отари Поставить То Есть Как Бы Для Йос Такой Важный Вариант Не Только Для Йос Но И Для Того Чтобы Как Б Ликвидировать Адзи Связанные По Правой Стороне Какие Нибудь Адзи Ну Дальше Черный Все Не Хочет Вернуться Наверх Да Я Просто Начинаю Так И Мне Кажется То Что Там Уже Нет Вариантов Жизни Черных Нет Ну это Конечно Слишком Оптимистичных Просто Сюда Если Он Сюда То Я Сюда Если Он Сюда А Нет Он Может Выжить Так Да Это Живая Группа Или Неживая Нет Это Живая Из-за Того Что Он Может Пробить Да Это Живая Группа То Может Стоило Так Попробовать Сыграть Вкинуть Один Потом Поставить Отари А что Если Белый Не Будет Пробивать Да Белый В принципе Он Не Должен Пробивать Белый Может Сюда Сыграть Да Мертвая Все Так Группа То То Нужно Было Изначально Черному Добавлять Себе Ход Ну Окей Я Думаю Здесь Уже Достаточно Спасибо Вам За Внимание Тогда И До Встречи В Следующем Видео Всем Пока